Семь раз подумай, один купи. В следующем сезоне за одежды и обувь модники заплатят больше обычного. Насколько ощутимо ударит это повышение по кошельку покупателя. Спрос на демисезонные вещи начинает расти с первым похолоданием. По прогнозам розничных продавцов, одежда и обувь из осенней коллекции подорожает на 10-15%, и зимний на 18-20%. Как скачок цен отразится на бюджете покупателей? Для сегментов, которые являются наиболее обеспеченными, которые предпочитают как раз брендовые какие-то вещи, для них рост цен на 10-20% не является значимым вообще, а в ряде случаев он приводит даже к тому, что такие товары начинают покупать еще больше. Для других сегментов, то есть это в частности средний класс, особенно нижняя его часть, и менее обеспеченные свои населения, которые по статистике составляют на самую большую часть населения России, вот для них рост цен даже на несколько процентов на одежду, это достаточно сильный удар по семейному бюджету, потому что одежда, она после еды и портплаты составляет, в общем, третью по значимости долю расходов. На скачок цен влияют увеличивающиеся расходы на логистику. Так, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в 5-6 раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов, а это основной и самый дешевый способ доставки груза. Следующим фактором, который, опять же, увеличил стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу, является рост цен на нефть и, соответственно, на топливо. Если мы посмотрим на прошлый год, то нефть доходила, падла до 30 долларов за баррель. Сейчас она выше 70 долларов за баррель, да, то есть такой рост на нефть, естественно, привел к тому, что топливо стало дороже, и, соответственно, расходы перевозчиков увеличились, и эти расходы, естественно, включаются в конечную стоимость грузоперевозок. С начала 2021 года увеличилась и стоимость сырья. Выросли цены на хлопок, материалы, связанные с химией и нефтепродуктами. По словам ритейлеров, на ценах также сказывается ослабление рубля. Однако многие бренды масс-маркета намерены сохранить цены на уровне 2019 года. Ариадна Кугушева, Универньюз.